Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. С самого раннего возраста он занимается танцами. И, повзрослев, он не изменил своей мечте. Стал профессиональным танцором и хореографом. Наш сегодняшний гость Беаслан Хачиров. Он не только артист государственного ансамбля танца «Эльбрус», но и основатель собственной школы танцев. В эти минуты в нашей студии он расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о своем главном увлечении. Доброе утро всем. Доброе утро, Беслан. Доброе утро. Благодарю тебя, что ты сегодня гость нашей программы. Я записывала тебя совсем юным начинающим танцором. Сейчас ты у нас уже действующий артист балета государственного ансамбля «Эльбрус». Не просто так. Танцуешь в народном ансамбле «Алан Шоу». Но даже не это главное. Я знаю, что ты создал, ты основатель сети студии танца «Революшн». Да. У нас в Черкесске, правильно? Ну, начинали, да, с Черкесска, потом еще продали франшизу в Ставрополь. Сейчас еще будем расширяться на другие города. И вот, конечно, я хочу спросить про вот эту твою студию. Ну, это так спонтанно произошло. Как-то я вообще изначально даже не собирался студиями заниматься, как-то открывать свои студии и двигаться. Спонтанно, что-то в один день мне пришла идея. У меня еще есть друг, он сейчас мой наставник, Назим Алчаков и Жасмин Мирзав. Ну, я с ними пообщался. И как-то, ну, спонтанно пришла идея. Я открыл первый пробный урок, прошел. И дальше как-то мы пошли, двигались. В Черкесске начали развиваться. И в первый же месяц еще и франшизу в Ставрополь продали. Сейчас я со своим партнером со Ставрополь объединился. Мы уже как вместе партнеры. И дальше уже будем двигаться по России, расширяться. Скажи, пожалуйста, какие танцы у вас в приоритете? Ну, на данный момент и в Черкесске, и в Ставрополь у нас кавказские танцы есть. В Ставрополь у нас еще запускаются современные танцы. Хип-хоп, разные. Ну, в современную сторону тоже хотим пойти и там попробовать себя. Сколько сейчас у вас в студии таких танцев? У нас, получается, в Черкесске точка и в Ставрополе две точки. Уже три? Да. Занимаются и мальчики, и девочки? Да, да, да. Все желающие? Мальчики, девочки, взрослые, дети. Все желающие? И я хочу у тебя спросить. Я вот когда с тобой встречалась, я не думала, что ты посвятишь этому свою жизнь. И будешь танцевать в Государственном ансамбле, в нашем самом известном Эльбрус. Чем тебе нравится, вот, горскому парню, профессия хореографа? В двух словах и не сказать, если честно. Я, получается, с детства в танцах, я как-то на свадьбе увидел, как танцует ансамбль. И вот меня как-то затянуло с тех пор. И сейчас я даже, если честно, жизнь свою без танца я не представляю. Как будто пустота какая-то. Если не танцуешь, даже неделя без танцев, это уже что-то не то идет. Ну что же, я желаю тебе, чтобы вот этот запал у тебя сохранился на многие-многие годы. Конечно, я желаю тебе успехов в твоем деле и творческих успехов. Спасибо тебе. Спасибо. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести на карачаевском языке». Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Продолжение следует...